всем привет в этом видео рассмотрим рабочее пространство surface более подробно появился новый инструмент под названием route вот он для начала покажу инструмент extrude у меня есть эскиз ну собственно мы просто выдавливаем вот такой вот такую поверхность ну и задаем некоторый угол скажем сужения или расширения нажим ok собственно вот такой вот поверхность получилось создать с помощью extrude так отключу значит видимость этой поверхности и попробую с помощью route выбрать данный эскиз поставлю здесь direction выберу например так вот это направление так раз на раз почему-то вот очень плохо он выбирает эскизы данный инструмент поэтому давайте выберем профиль сниму галочку chain selection выберу этот элемент и выберу direction вот это направление и тогда появляется вот такая возможность скажем про экструдировать данное ребро в каком-то вот направлении но плоским эскизом лучше это конечно не применять то есть это применяется очень криво но я думаю этого не стоит и так далее у меня есть вот такая пружинка создал я ее с помощью инструмента coil в рабочем пространстве solid перехожу в surface выберу поверхности например все вот эти и уберу так я оставил только вот такой вот спиралевидную поверхность вызываем инструмент route снимайте галочку chain selection например выбираем внешне вот эту вот 3d кривую здесь у меня автоматически есть три типа tangent то есть это по сути что-то напоминающий инструмент extend то есть он будет пытаться продлять эту поверхность потом есть direction то есть я убираю данный тип и мне необходимо выбрать направление то есть например я убираю ось y и вдоль нее будет происходить у нас на экструдирование но пусть будет 6 миллиметров окей опять вызову road field вызову этот элемент так вызову direction например y то есть по умолчанию я как бы получаю направление но также дополнительно мне остается возможность регулировать вот этот угол ну например пусть будет 45 градусов минус 45 окей далее точно также повторю только здесь дело теперь 0 градусов и про экстрадирую вверх на десяточку в принципе этот инструмент очень неплохо себя показывает при работе со спиралями то есть вот пусть будет здесь теперь 45 градусов какую-то свою вот такой вот интересную криву ли ну можно в принципе создать но отрегулировать шаг с помощью койла и какую-то свою уникальную резьбу можно попробовать сделать таким образом ладно это было обычная пружинка давайте помощи стичи это все сошью и отключу видимость так теперь у меня есть вот такое второе тело я тоже создал его в солиде с помощью койла но задал там а теперь angle угла расширением и получил вот такой вот пружинку коническую скажем так сужающийся к одному краю в принципе эта траектория уже для конической резьбы то есть принципе можно сделать так чтобы она находилась на поверхности какого-нибудь конуса и вот уже отсюда мы начинаем вызывать давайте также с помощью делита уберу лишние элементы если такая вот спиралька сужающийся и вот уже к ней принципе можно точно также применить инструмент world и выбрать направление почему-то сохраняются старые настройки которые вводил последний не знаю почему возможно стоит указать 0 опять ну пусть будет 10 миллиметров теперь я могу например отключить видимость этой поверхности и с помощью данного инструмента так сделаю здесь угол например 45 градусов да вот интересный эффект конечно такого такого искажения я еще не наблюдал очень интересный переворот конечно посмотрим самое что интересно эту невозможную штуку он еще и создает очень странно так попробую тогда выбрать нормаль и вот уже отсюда я экструдирую внутрь и делаю например минус 45 окей и вот к этому к этой спиральке тоже сделаю нормально пусть будет просто 45 так пусть будет 0 получается нет в эту сторону посмотрим 45 минус 45 конечно мы наблюдаем здесь некоторые искажения возможно для полноценной резьбы это нет не пойдет но по крайней мере вот с такими поверхностями вот с такими скажем так кривыми данный инструмент помогает работать в принципе можно все это обрезать создать какое-то твердое тело скомбинировать его с конической поверхностью ну и как-то дальше взаимодействовать уже с помощью стича все это сошью и спрячу и так еще есть вот такая вот сферка была которую я обрезал в нескольких местах и хочу показать как здесь road fillet будет себя вести то есть я выбираю с помощью поставить галочку chain selection в принципе здесь все то же самое то есть он будет стараться каким-то образом все это экструдировать необходимо учитывать что да есть некоторые при которых например при определенном удлинении данной геометрии существовать не может без сам пресечения поэтому она будет отключать и давать ошибку ну до каких-то пределов в принципе все это можно настраивать выберу направление по игреку например поставлю здесь нолик и и про эксплугирую все это вот как-то вот сюда то же самое будет работать для вот этого выреза так ну то сюда же вот вниз и буду например сейчас это закручивать вот очень интересно получается эффект очень интересный инструмент очень быстро позволяет создавать некоторые переходы то есть например теперь попробуем сюда задать так f20 ну такое скругление так давайте сейчас все это сошью обратно ну не обратно первый раз сошнем и спрячу так это показал еще есть у меня вот такое тело давайте я в серфисе выберу эти поверхности и нажиму delete теперь видим в браузере что это все состоит из поверхности точно так же вызову инструмент root и поставлю здесь например нормал он по нормалям будет пытаться все это достраивать например теперь наружу только вот видим что здесь он прямого угла не даст он будет в каких-то местах давать скругление так увеличу например это все до такого размера далее root и стяну это вот так внутрь в принципе далее можно пытаться конечно закрыть все это с помощью патча вот но будет это достаточно некрасиво я считаю вот что позволяет еще root делать очень классно конечно есть extrude мы можем снимать галочку чейнинг и в принципе каждый элемент экструдировать вот здесь он дает ошибку какой-то то есть я не знаю почему но вот taper angle здесь не срабатывает а вот если мы будем вызывать root fillet снимем галочку выберу этот элемент про экструдирую его и уже поворачиваю то есть это очень такой на мой взгляд интересный инструмент который дает интересные возможности только необходимо скажем так наладить понимание в каких местах можно его использовать то есть например я сейчас про экструдировать элемент будет 0 градусов 90 в этом направлении например экструдировать сюда в этом сюда и сюда окей далее можно просто делать на split body то есть это я так этот элемент разрезать вот этим вот конечно на split body это хорошо но есть такой интересный инструмент trim которым в принципе можно пользоваться сначала убираем инструмент который мы хотим обрезать затем убираем то что мы хотим обрезать и нажимаем ok так инструмент и обрезать вот эту часть окей чем хороший инструмент trim но после применения обрезает лишнюю часть и не оставляет кучу всяких как в браузере обрезков то есть в принципе подчищает о том все сразу хорошо так еще раз trim этот элемент и вот эту часть например так наоборот trim значит вот этот и вот этот элемент да хорошо теперь просто с помощью stitch я все это сошью далее с помощью клавиш f так 25 например я задам здесь скругление 25 много 20 так 15 ну вот 15 уже как-то здесь принципе выглядит на самом деле давайте будет 16 хорошо нажму ok все это сошью и например чтобы преобразовать в твердое тело я просто с помощью патча закрою все вот эти элементы stitch и видим в браузере на solid body вот такой на мой взгляд очень интересный инструмент который помогает скажем быстрее достраивать некоторые вещи в принципе можно в принципе экструдировать практически любую любое ребро например вот эти два ну да эти два можно только в каком-то определенном направлении ну да вот так вот очень интересно очень интересный инструмент будем наблюдать за ним и пытаться скажем так налаживать рабочий процесс взаимодействия с ним и будем в принципе смотреть где его можно наиболее удобно применять где он будет более полезен если есть свои соображения уже по этому поводу оставить их в комментариях вот я на этом видео данные заканчиваю спасибо за внимание ставьте лайки желаю всем творческих успехов вот такую штуку оставлю здесь до новых встреч следующий